Конти Махарани, заявив с полным пониманием того, что она говорит, что Кришна является собственностью его чистых преданных, продолжает удивительное слияние своего сердца. Теперь она на новой волне, на гребне волны следующего вкуса счастья общения с вечным Господом. На гребне этой волны она пытается излить свое сердце, объясняя, что Господь абсолютно непостижим, и что ее ум приходит в беспокойство, думая о том, вечен он или нет, рожден или не рожден. И все именно игры, его игры, они более дорогие ему. Итак, Конти Махарани задает Кришне через несколько следующих стихов множество вопросов, на которые она бы хотела получить ответы. Ее сердце жаждет узнать, как именно непостижимый Кришна ищет в отцали материнской любви от совершенно разных преданных. О мой Господь, я знаю, что Ты вечное время, верховный повелитель, всепроникающий, не имеющий ни начала, ни конца. Раздавая свою милость, Ты никому не питаешь пристрастия. Раздоры же между живыми существами возникают только на почве социальных отношений. Ни к кому не питающие пристрастия Кришна. Очень интересное признание от царицы Контии. Да, она именно на той стороне с теми преданными всех вселенных, которые постоянно испытывают внимание и любовь Кришны, на которых Кришна никогда не оставляет без своего участия. И тем не менее, она говорит о том, что Кришна беспристрастен. Она очень хорошо знает, что в любови и внимании Кришна испытывает на себе каждое живое существо, только далеко не все существа, особенно если их глаза не умощены бальзамом любви, хоть в какой-то мере любви Господу, не в состоянии видеть его счастливого, радостного внимания к абсолютно каждому живому существу. Кунти-Деви продолжает. О, Господь! Никто не может понять твои трансцендентные игры, которые кажутся развлечениями человека и способны ввести в заблуждение кого угодно. Уж, конечно, Кунти-Махарани. Ты никому не питаешь ни особого пристрастия, ни неприязни. Людям только кажется, что ты пристрастен. Кунти-Махарани очень счастлива в своем сердце, признавая, что Кришна на самом деле пристрастен к ней, к ее сыновьям, пристрастен, любящий, внимателен. И так это будет продолжаться вечно. Она не надеется на это, она очень твердо знает это. Кунти-Махарани продолжает. Это опять от душа вселенной. Ты действуешь, хотя ты бездеятелен. И рождаешься, хотя ты саможизненной силой нерожденной. Тут и впрямь есть от чего прийти в недоумение. Ты сам не сходишь сюда и появляешься среди животных, людей, мудрецов и обитателей. И вот поистине это может сбить с толку кого угодно. Кого угодно, но не Кунти-Махарани. До сих пор она говорит о таких вещах, которые она сама может постичь. Получивши прекраснейшее образование, начитанное во всех ведических писаниях Кунти-Махарани, совершенно замечательно, полностью усведомлена об аватарах Господа, о его нисхождении в этот мир, в разные юги. Для нее это не такая проблема, попостить аватары Господа. А вот дальше она говорит о том, что она на самом деле понять не может. По крайней мере, до конца не может. Мой дорогой Кришна, Ешуда хотел связать тебя веревкой, когда ты напроказничал, а твои испуганные глаза наполнились слезами, которые смыли краску с твоих глаз. Ты был напуган, хотя тебя боится сам страх. Это зрелище приводит меня в замешательство. Игры Верховного Господа могут привести в замешательство кого? Угодно. А почему именно это утверждение? Сейчас этот вопрос Кунти является пиком ее вопросов. Почему именно эта игра Дамадара Лила непостижимой? Кажется, Кунти непостижимой. Мы разберемся с этим в нашем следующем рассказе. А пока давайте оставим Кунти Махарани во Вриндаване, куда она достаточно часто приезжала навестить судного брата Васудеева Матхурского отца Кришны. Оставим его в Вриндаване. Немного бы присутствовать при совершенно потрясающих и очень отличных от других лилых Кришны Канаги, сына Матушки Ешоды и Нанда Баба.